С воспитанницами школы танца, спорта и красоты руководитель Рината Колодинская участвует в талленте краины не впервые. В прошлом году акробатическая двойка Доминики Пантелеевой и Алисы Мальцевой покорила страну. Тренер делится, результатом была очень довольна. Однако в этот раз участвовать в конкурсе с Кариной Логойко решили спонтанно, в последний момент. Рискнули, потому что сезон откатали хорошо с Кариной, в плане соревновательный сезон. То есть мы не проиграли ни одних соревнований. И я, в принципе, думаю, рискну. Я смогу еще. Я очень много еще задумала новых элементов на сезон. Ну и думаю, если что, я смогу все это соединить красиво именно с ней. Карина Логойко пришла в школу к Ринате в 12 лет заниматься танцами. Через год попробовала себя у нее же в школе акробатики. И не прогадала. 15-летняя Бобручанка уже может похвастаться значительными победами. Признается, медали даже не считала. Там около 20, наверное, 25 где-то. Кубков тоже, наверное, 5. Ну, вот с Мира два привезли на каждые выходные. Стала двукратной чемпионкой мира и вице-чемпионкой в другой, так скажем, федерации. Поставить цель и идти к ней до самого конца – именно такой девиз у Карины Логойко. В этом году удивить жюри было одной из главных задач. И все получилось. В оригинальном жанре ее сольный номер – акробатическое шоу «Стиляга» – порвал зал. Когда услышала, что проходит следующий тур, эмоции просто переполняли. Это такой проект, в котором действительно отбираются самые талантливые дети. И таланты, прежде всего, я думаю, что в совокупности и наделенные талантом, и наделенные таким талантом трудолюбия. И попасть в это число со всей Беларуси, то есть очень тяжело. Воспитанницы Ренаты Каладинской получили предложение участвовать и в шоу Максима Галкина «Лучше всех». Теперь им предстоит достойно представить нашу страну в России. Татьяна Касьян, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.